Подводные лодки типа «Сюфрен» представляют собой серию современных атомных ударных субмарин, разработанных французскими компаниями для ВМС Франции. «Сюфрен» является одной из самых малозаметных подводных лодок в мире. В классификации НАТО этот тип лодок известен как класс «Барракуда». Основное предназначение этих субмарин – уничтожение надводных кораблей и нанесение ударов по наземным объектам противника, наблюдение и сбор разведданных в зонах вооруженных конфликтов и проведение специальных секретных операций. Всего было заказано 6 АПЛ типа «Сюфрен», из которых на данный момент построены и спущены на воду две подводные лодки. Атомная подводная лодка является ключевым элементом военно-морского командования ФОСТ стратегических ядерных сил Франции. Предшественниками подводных лодок типа «Сюфрен» были меньшие по размеру атомные подводные лодки типа «Аметист». Новые подлодки имеют большее водоизмещение, что позволило оснастить их улучшенными боевыми системами и более эффективным шумоподавлением. «Сюфрен» обладает полностью французским дизайном и будет быстрее, чем нынешние французские подводные лодки. Первая субмарина «Сюфрен» была спущена на воду 12 июля 2019 года на верфи в Шаербурге, Нормандия, в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона. Водоизмещение «Сюфрен» составляет около 4100 тонн, что на 70% больше, чем у подводных лодок типа «Аметист». Максимальная скорость 47 км в час, а глубина погружения 350 метров. На первый взгляд глубина погружения 800-1600 метров лучше. На таких глубинах, учитывая гидрологию и наличие разнообразных слоев, можно спрятать лодку. Но надо понимать, что чем большее давление может выдерживать прочный корпус лодки, тем больше масса корпусных конструкций, используется другая высокопрочная сталь. Соответственно, лодка дороже. Из особенностей конструкции АПЛ «Сюфрен» можно выделить. Под цифрой 1 – антенны, многофункциональная антенна для связи из Хайв, спутниковая антенна Сиракузы, проводная антенна для радиа. Центральные антенны включают непроникающую оптоэлектронную мачту с радаром ESM-навигации. Крайняя правая антенна – оптоэлектронная мачта. Цифра 2 – передние водолазные штанги обеспечивают лучшую маневренность на перископической глубине. 3 – агрегат для поддержки сил специального назначения. 4 – хабазный руль обеспечивает лучшую управляемость подводной лодкой на поверхности и под водой. Насосная струя обеспечивает более высокую скорость до начала кавитации и более низкую акустическую сигнатуру. Архитектура корпуса достаточно продумана. Барракуда является однокорпусной лодкой с хорошо обтекаемыми обводами корпуса и развитой надстройкой. Прочный корпус по всей длине выполнен в форме цилиндра разного диаметра с прочными трансферическими переборками. Переход от одного диаметра цилиндров к другому осуществлен с помощью конической обечайки. Прочный корпус делился плоскими переборками на три отсека зоны. В носовом отсеке находится ракетно-торпедное вооружение, центральный пост с боевыми постами и аппаратурой радиотехнического вооружения, а также жилые помещения экипажа. Во втором отсеке паропроизводящая установка вместе с реактором, а в третьем паротурбинная установка и грибные электродвигатели на линии вала с приводом на движитель. Корабль имеет две группы цистерн главного балласта, носовую и кормовую, расположенные в проницаемых оконечностях. Четыре торпедных аппарата вварены в носовую трансферическую прочную переборку симметрично относительно оси вращения и под углом к диаметральной плоскости корабля. Довольно протяженная носовая оконечность позволила поместить основную сферическую антенну гидроакустического комплекса на большом удалении от прочного корпуса, что позволило обеспечить ей наиболее благоприятные условия для работы. При изготовлении корпусов новых лодок французами применяются усовершенствованные технологии формовки и методы сварки стальных сплавов. Очень важно понимать, что чем больше лодка, тем больше масса феромагнитных материалов в конструкции подлодки. Маломагнитная сталь, которую французы используют, делает субмарину менее заметной по магнитным полям. Сюфрен менее заметна, чем крупные подводные лодки. Добиваясь малошумности, французские конструкторы применили интересное решение. Они выбрали комбинированную энергетику. Чтобы обеспечивать малошумный ход, используется режим электродвижения. На больших скоростях подключается турбина через редукторные передачи на винт. Такое направление в развитии корабельной энергетики можно с уверенностью считать перспективным. Несомненным достоинством является и то, что главная энергетическая установка включает ядерный реактор К-15 водоводяного типа, опробированный на атомных подлодках с баллистическими ракетами, Триумфан и авианосец Шарль-де-Голь. Реактор использует топливо с низким коэффициентом обогащения порядка 5-7%. У РФ и у США коэффициент обогащения далеко за 60%. При этом французов не смущает, что у них будут запланированы частые перезагрузки топлива в активной зоне. До первой перезагрузки у них примерно 10 лет. Весомый плюс низко обогащенного топлива для атомного реактора, его принципиально меньшая стоимость. Французская лодка дешевле в эксплуатации, поскольку топливо используется менее дорогое. Более того, существенно упрощается проблема последующей утилизации отработанного ядерного топлива. Низко обогащенное топливо для единых ядерных реакторов К-15 предопределяет невысокую энерго-вооруженность французской атомной субмарины. Следовательно, ее скорость полного хода будет ограничена и не будет превышать при указанном водоизмещении корабля примерно 25 узлов. Чем ниже энергонасыщенность или энерго-вооруженность подлодки, тем меньше она шумит. Высокая мощность энергоустановки неизбежно будет проявляться в акустике. Учитывая современное дальнобойное оружие подводных кораблей и средства обнаружения противника, стремление обеспечить чрезмерно высокую скорость полного хода перспективных подводных кораблей, нельзя считать продуманным решением. Но если сделать ставку на малозаметность и малую шумность, то чем малошумнее лодка, тем вероятнее такая дуэльная ситуация, когда противник ее обнаруживает на такой дистанции, что никакая скорость или маневр его самого уже не спасут. Поэтому одни считают большую скорость и энерго-вооруженность плюсом, а кто-то считает это минусом. А вооружена АПЛ-Сюфрен довольно прилично. Лодка оснащена четырьмя 533-мм торпедными аппаратами и может нести на борту до 18 торпед и ракет в смешанном варианте. Тяжелые торпеды F-21 Artemis и Black Shark разработаны компаниями DCNS и УАЗ. Торпеда F-21 Artemis французского производства предназначена для запуска из торпедных аппаратов подводных лодок, имеет длину 6 метров и массу 1300 килограммов. Комбинированная система наведения включает в себя активно-пассивную акустическую систему и телеуправление по волоконно-оптическому кабелю. Максимальная скорость хода F-21 составляет 93 километра в час, а дальность хода до 44 километра. Торпеда Black Shark итальянского производства имеет двойное назначение и проводное наведение, оснащена активной и пассивной акустической головкой Astra и многоцелевым блоком наведения и управления, включающим систему противодействия. Эта тяжелая торпеда диаметром 533 миллиметра, бесшумна и может работать в режиме самонаведения. Максимальная скорость хода Black Shark составляет 93 километра в час, а дальность хода до 50 километров. Подводная лодка типа Sufren также может нести ракеты Exacat, модернизированную версию ракеты SM-39 Exacat Block II, запускаемую из торпедного аппарата. Exacat вооружена боеголовкой массой 165 килограммов и использует инерционное крейсерское наведение с активным радиолокационным наведением на конечной фазе полета. Ракета летит с высокой дозвуковой скоростью 1101 километров в час на дальность до 50 километров, что позволяет подводной лодке атаковать, оставаясь вне зоны обнаружения и поражения противника. Гибкость и универсальность ракеты обеспечиваются за счет большого диапазона запуска. Подводная лодка типа Sufren может нести на борту ракеты Scalp Naval новые морские крылатые ракеты для поражения наземных целей, разработанные компанией MBDA. Эти ракеты могут запускаться из торпедных аппаратов калибра 533 миллиметра, соответствующих стандарту НАТО. Scalp Naval является производной от ракет воздушного базирования Scalp EG и Storm Shadow. Вариант Scalp Naval имеет более длинный корпус, чем версия с воздушным запуском, а крылья выдвигаются изнутри корпуса ракеты после запуска. Ракета разрабатывается как для запуска из торпедных аппаратов подводных лодок, так и для вертикального пуска с надводных кораблей. Scalp Naval обеспечивает высокоточное поражение целей на дальностях до 1000 километров. Ракета имеет инерционное наведение, постоянно обновляющееся в полете с помощью цифрового сопоставления местности и GPS. Инфракрасная головка самонаведения и автоматическое распознавание цели обеспечивают точное наведение на конечную цель. Система управления огнем на АПЛ Сюфрен представлена СИКОПС. Боевая система объединяет активные и пассивные датчики, электронные и оптика электронные системы, датчики обработки данных, системы запуска и управления торпедами, ракетами и средствами противодействия, а также внешнюю связь и навигацию. Коммуникационный комплекс включает спутниковые и сверхдлинные акустические линии связи. Экипаж подводной лодки типа Сюфрен в мирное время составляет 60 человек. 8 офицеров, 48 младших офицеров, 4 квартирмистера. Кроме того, на борту лодки имеется возможность разместить группу командос до 12 спецназовцев со снаряжением в специальном модуле, прикрепляемом к субмарине. Подводные лодки используются в операциях морского спецназа уже давно, ведь скрытность стала частью их загадочного образа. Субмарины могут скрытно доставлять бойцов в пункт назначения, приблизившись к береговой линии на безопасное расстояние. А дальше включается в работу транспортное средство морских котиков, больше похоже на торпеду, однако его единственной задачей является скрытая доставка спецназа к объекту и возвращение обратно на лодку. Отряд специального назначения, состоящий из 12 человек, не входит в состав экипажа субмарины. На борт их берут в указанном районе Мирового океана, так как курс и задачи субмарины известны лишь нескольким людям. Это могут быть прекрасно подготовленные бойцы, как из морской пехоты, так и сухопутных войск. С появлением на борту такой группы спецназа, современная субмарина становится мощным оружием. Несмотря на то, что лодки типа Барракуда почти в полтора раза уступают по водоизмещению американским типа Вирджиния, но в полтора же раза превосходят по размерам предшествующий тип Рюби. В целом, практически по всем важнейшим показателям, подход французов к проектированию и строительству подводных лодок считается правильным на перспективу. Многие технические решения и подходы французов заслуживают внимания. Особенно с учетом общемировой тенденции на снижение стоимости военной продукции. На этом все. До следующих видео. Спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайк, комментировать и естественно подписываться на канал, если еще не подписаны.